Привет! Мое имя Виктор и это мастерская скала. Магия природы и камня. Вот уже прошло несколько месяцев, как мне в руки попалась одна из интересных жидкостей нашей мастерской, которую можно назвать просто, то есть жидкость для снятия сульфидных пленок ипотин с меди. То есть вот на видео видно это жидкость такого красноватого, буро-коричневатого цвета, скажем так, и соответственно в свое время я показал с ней ролик и многих, особенно нумизматов, это дело заинтересовало. Посыпались масса вопросов, личные сообщения о том, как она поведет себя, если снять, допустим, с какой-то монеты ипотину, какие-то окислы и так далее. Ну, в общем, я замутился отвечать, поэтому решил снять ролик. То есть вот на видео видно, для примера я взял самые разные, так скажем, металлические предметы. Это сами монетки разные, шкатулка вот например, она скорее всего не из меди, она покрыта медью, очень старая, мне по наследству досталось. Проверим на ней тоже. Вот, значит, сами монеты получаются, пятаки советские, 23-го года и так далее. В общем, 100 тенге тут же, вот, очень разные сплавы, разные металлы. Вот, ну и соответственно перо. В прошлые разы я его использовал, как патинировал, новую патину показывал. Вот сейчас на нем экспериментирую, как эту патину снять. Можно наносить кисточкой, можно наносить какими-то ватными тампонами, можно окунанием. Ну, в данном случае нанесу кистью. Смотрим. Вот, как видно, сульфидная пленка сразу снимается, уходит. То есть, покрытие белеет. И меди, что характерно, возвращается первоначально ее цвет, то есть, без каких-либо окислов, патин и так далее. Значит, сейчас нужно взять воду. Ну, то есть, вот, я принес воду. Будем просто сразу промывать в воде после нанесения и снятия пленки. Смываем. Остатки этой жидкости. И, как видим, полностью чистая медь. Далее берем двушку. Это две копейки советские 23 года. Кстати, эта копейка, две копейки были найдены еще в Баку, когда мы меняли старые подоконники в сталинском доме. Она вся изуродована, конечно, внешне, но вот на ней, как видите, тоже действует данное покрытие. Именно сами вот эти патины окисла не снимаются. Остается только вот какая-то там, то ли битум это, то ли краска. Не помню даже уже очень давно у меня эта монета. То есть, как видно, цвет меди возвращается. Промываем. Ну, я считаю, для коллекционного образчика вполне неплохо. Если, допустим, не хочется работать с какими-то кислотами или портить там, допустим, соды или еще какими-то смывками. Отличный вариант для нумизватов. Но это еще не финиш. Тем более, что все, в зависимости от года, то есть, эти монеты разные были по сплаву. Вот 5 копеечная монета. Наносим. Вот это мне очень нравится, то есть, остается некий такой налет, как налет старины, что ли, но все лишнее, скажем так, уходит. Как коллекционщик монет, вот мне, в принципе, этот результат очень нравится. Поэтому монета даже вернется обратно в коллекцию. Я, кстати, использую свои коллекционные монеты. Вот, нанесли. Промываем. Смотрим. Я считаю, обалденный результат. То есть, тени какие-то сохранились, назовем их так. Но, по крайней мере, читабельная стала монета. Равно как дата и равно как все инициалы. Откладываем так. Дальше. Это тоже какая-то двушка, по-моему, тоже под подоконником была найдена. Она тоже изуродована, конечно, но на ней вот такой слой довольно-таки толстый, различных окислов. Вот даже можно увидеть дату. Обратную сторону. То есть, полностью проявляются все данные, что немаловажно. Поэтому на монетах медных она работает. Даже кисточка не выдержала нагрузки. Так. Наносим вот сюда. Вот смотрим. То есть, в принципе, если такие монеты окунуть вот в этот раствор, то и оставить. Она, конечно, больше снимет. Но я не вижу смысла полностью снимать. Вот монетка даже оказалась какого-то белого сплава. Вот еще одна убитая монеточка. Наносим. И смотрим. Ну, то есть, вот сразу видно. Полностью все данные открываются. То есть, в данном случае даже не нужно что-то мудрить там с какими-то содами, порошками и так далее. Просто нанесли этот состав на свою монету коллекционную и у вас открыта. Открыта вся монета для данных. Для считывания данных, скажем так. Так. Смываем и смотрим, что получилось. Ну, то есть, вполне достойный результатик. Вот 100 тенге. Тут, как видно, кайма какая-то, видимо, латунированная. А серединка белая. Но, что характерно, уходят все потины и грязь как раз-таки с обоих сторон. Извиняюсь, с обоих сплавов. Вот нанесли. Ну, тут даже долго не пришлось мудрить, в принципе. Нанесу побольше со всех сторон. Смываем. Ну, как будто только что, вот прямо, скажем так, с полки коллекционной. Я считаю, вполне достойный результат, даже для монет. Теперь вот шкатулочка. Я, конечно, не любитель такие старинные вещи это портить, но, тем не менее, поэкспериментируем. Она явно из какого-то вот белого металла. Просто он был покрыт медью, которая покрылась в очередь череню. Ну, как видно, даже на каком-то неизвестном, скажем так, сплаве металли тоже она уходит. Вся вот эта вот патина и окисла. Ну, то есть вот, немножко пришлось прерваться, батарея села. Я даже не поленился, окунул перо полностью в этот состав и патина сошла на ура. Вот с этими больше ничего не делал с монетками. То есть вот все, что получилось у нас. Я считаю, вполне достойный результат, поэтому могу смело для нумизматов рекомендовать данный состав, который мы будем продавать. В ближайшие дни он появится у нас в магазине, так сказать. Поэтому следите за новостями, смотрите в альбомах, там это все будет выложено. Как данные с видео, так и, соответственно, ценники на этот состав, количество и так далее. То есть, соответственно, приобретайте данный состав, будьте готовы к тому, что он скоро появится у нас в нашем онлайн магазинчике. Поэтому следите, ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости. Видео будет теперь гораздо больше. Всем добра!